Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 37 класс, автор Мерзляк, тест номер 2, задание номер 8. Треугольник является равносторонним, если А. Его сторона в три раза меньше его периметра, Б. Каждая его сторона в три раза меньше его периметра, В. Все его, две его высоты равны, и Г. Две его бисектрицы равны. Но прежде чем мы рассмотрим эти все утверждения, давайте вспомним равносторонний треугольник. Это треугольник, у которого все стороны равны. То есть АВ равно ВС равно АС. Если мы сторону равностороннего треугольника обозначим А, то периметр равностороннего треугольника будет равен 3А. А. Ну или А равно П делить на 3, ну или 1 третья периметра. Вот 1 третья периметра. Ну и теперь давайте рассматривать варианты утверждений. Треугольник является равносторонним, если его сторона в три раза меньше его периметра. В этом утверждении, для того, чтобы оно было верным, не хватает каждая сторона, потому что, тогда давайте запишем, что вот в А неверно, неверно. И давайте запишем пример. Вот мы, например, можем привести пример такого треугольника. Пример, периметр которого равен 15 сантиметрам. Так. Сторона А равна 5 сантиметрам, 5 сантиметров. То есть она в три раза меньше периметра. Сторона В равна 6 сантиметрам, а сторона С равна 4 сантиметрам. Вот. То есть здесь он, конечно, не будет равносторонний, потому что у него стороны неравны. Несмотря на то, что А одна из его сторон, вот сторона А, в три раза меньше периметра. Так. А вот вариант В, В. Будет верным, потому что каждая его сторона в три раза меньше его периметра. Значит, В верно. Так, В, В. Две его высоты равны. Но это утверждение неверно. Нельзя считать треугольника равносторонним, если его две стороны равны, и всё. Потому что вот в качестве примера мы можем привести равнобедренный треугольник, равнобедренный, у которого АВ равно ВС. Вот, АВ равно ВС и не равно АС. Но если мы проведем высоты его, вот СМ и АА, что высоты равны, ААЖ равно СМ, две высоты равны. Но, несмотря на это, треугольник не равносторонний, а равнобедренный. Значит, нельзя по двум равных высотах сделать вывод, что треугольник равносторонний. Неверно. Так, и последний пункт Г. Две его бисектрисы равны. Ну, равные бисектрисы – это тоже в равнобедренном треугольнике. Вот мы рассмотрим равнобедренный треугольник. Вот АВ равно ВС и не равно АС. Вот, и если мы проведем его бисектрисы, то две бисектрисы, проведенные из углов при основании равнобедренного треугольника, равны. Давайте покажем, что это бисектриса. Вот бисектриса делит на равные углы. И вот бисектриса делит ЦП и АК равны всегда в равнобедренном треугольнике. Такие бисектрисы равны. Но, вместе с тем, этот треугольник равнобедренный, а не равносторонний. Значит, нельзя судить по двум равным бисектрисам о том, что треугольник равносторонний. Таким образом, единственным верным утверждением является утверждение, записанное в пункте Б. Значит, наш ответ Б. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Если у вас есть вопросы, задавайте вопросы в комментариях.